В процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном долгожданное продвижение. Сегодня Азербайджан и Армения подписали важный документ. Стороны согласовали регламент совместной деятельности комиссии по делимитации границ. Началось проведение соответствующих внутригосударственных процедур. Это позволит ускорить процесс демаркации и последующего разграничения границ. Армения по-прежнему продолжает утверждать о своей приверженности мирной повестке. Несмотря на участившиеся сообщения об обстрелах военных сил этой страны по азербайджанским позициям. В свите премьер-министра Никол Пашиняна главным противником мира называют представителей армянской оппозиции. «Мы знаем, что у нас в Армении есть силы, которые планируют свергнуть власть путем кровопролитий. Мы не позволим подобному случиться. По этой причине премьер-министра сопровождает силы безопасности, особенно во время встреч с гражданами. Ничего не исключено. Эти люди могут пойти на шаги. Мы все помним тот теракт, который был осуществлен в парламенте 27 октября 1999 года. Нашему народу не стоит доверять тому, кто держался у власти, предавая и обманывая людей. Тому, кто склотил себе целое состояние, опустошив государственную казну. Он хочет смерти Николы Пашиняна, а мы этого не допустим». С крайним негодованием в армянской оппозиции воспринимают любое продвижение в деле нормализации отношений с Азербайджаном. Противники Николы Пашиняна неоднократно заявляли, что намерены сорвать подписание мирного договора между странами. К слову, текст документа уже согласован на 80-90%. В Азербайджане одним из барьеров для возможного примирения называют Конституцию Армении, в преамбуле которой содержатся территориальные претензии к республике. Речь идёт об упоминании сепаратистского режима в Карабахе, отправленного азербайджанской армией на свалку истории в сентябре прошлого года. Тем временем, в Армении считают, что нормализовать отношения мешает Россия. «Лично я считаю, что Россия больше не может быть посредником. Российское посредничество на переговорах для нас нежелательно. Но это моя личная точка зрения, а не позиция всей команды. Посредничество России неуместно. Запад, в отличие от России, не встаёт на чью-либо сторону. Запад более объективен, а Москва постоянно пытается быть участником, а не посредником. Русские нас не поддерживают и в вопросе Зангизурского коридора. Смехотворные заявления Лаврова о том, что якобы Армения саботирует выполнение пунктов трёхстороннего заявления от 2020 года. Они хотят всё сделать иначе, а нас выставляют виновными». В своих выступлениях премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял о признании его страной территориальной целостности Азербайджана. В рамках работ по делимитации в этом году Ереван вернул Баку четыре села Газахского района. Населённые пункты свыше 30 лет находились под армянской оккупацией. На участках уже установлены десятки пограничных столбов. Стороны договорились основывать свои решения по делимитации на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года. На сегодняшний день представители Госкомиссии по делимитации границы в общей сложности провели девять встреч.